Крупногабаритные грузовики, мусоровозы, самосвалы. Ежедневно эти машины выезжают на уборку городских дворов от мусора. В 9 утра спецтехнику мы застали в 7 микрорайоне. Пока наша компания обслуживает 93 контейнера в городе, это 25 контейнерных площадок. Обслуживаем мы комплекс 2 сервиса, северный город, ТСЖ 13 квартал. К слову, 7 микрорайон, в котором сейчас чистят контейнерную площадку, обслуживает управляющая организация «Жилкомсервис». Договор с компанией, которая занимается вывозом отходов, коммунальщики пока не заключили. Мусор лежит здесь уже 4 дня. Люди жалуются и звонят. Но не в управляющую компанию, а напрямую в «Ямалкомсервис». Пожалуйста, уберите наши контейнерные площадки, что очень сильно грязно, загрязнено, что люди здесь ходят, дети также, собаки. И мы пошли на уступки людям. Мы их понимаем в данный момент, что очень грязно и что так жить невозможно. И наша компания решила, что все-таки мы будем убирать. Справедливо отметить, что мусор убирают не бесплатно. Счета управляющей компании будут выставлены сразу после заключения договора. В «Жилкомсервисе» нам пояснили, договор на вывоз ТБО до сих пор не заключен, потому что с 1 января этого года вступили в силу поправки в закон об отходах производства и потребления. Сейчас плата за вывоз мусора входит в графу за содержание и ремонт жилья. С 1 января она должна стать отдельной графой. И начислением суммы по этой услуге должен заниматься некий региональный оператор. Но на «Ямале» он пока не создан. Мы готовились к тому, что нас этой строки не будет, согласно закона. Но когда мы переговорились с администрацией, мы задали вопрос, как быть с этим законом. Сказали, что нужно все оставить на своих местах, как есть, до момента, когда с округа скинут все эти мероприятия, когда будет определено, что региональный оператор здесь в лице ЕРИЦ будет начислять, когда у них будет программа, все сделают, и тогда мы уже уберем, соответственно, графу у себя из платежек. А пока в округе не создан региональный оператор, занимающийся вывозом ТБО и начислением денег за эту услугу, придется заключать договор с компанией «Ямалкомсервис». А счета, как и прежде, населению будут выставлять коммунальщики. Кстати, только одной управляющей компанией ЖКС горожане должны почти полтора миллиона рублей. А это примерно четыре месяца неплатежей. По факту услуга предоставлена, ведь мусор не вывозился только последние четыре дня, а не четыре месяца. То есть, если у меня заключен договор, допустим, с ЭКТ, их не волнует, понимаете, их не волнует. Есть у меня деньги, нету, платит ли мне население, не платит. Если я им не оплачиваю, они подают в суд, судебные приставы арестуют нам счета, идет списание. Тем не менее, договор на вывоз ТБО сегодня будет заключен, пообещали нам в жилком сервисе. Возможно, когда на коммунальный рынок придет региональный оператор по вывозу и переработке отходов, управляющим компаниям станет легче. Растущий долг за вывоз ТБО перестанет быть их головной болью. В регионах будут разработаны новые тарифы и нормативы. Платить можно будет напрямую региональному оператору, если собственник квартиры заключит с ним договор. Или через управляющую компанию, если собрание жильцов передоверит ей представление своих интересов. Все претензии по несвоевременному вывозу мусора тоже можно будет направлять по единому адресу. Юлия Перова, Денис Гинт, Новости Губкинского.